Всем привет! Меня зовут Марго и это вторая часть видео про невероятных домашних животных, которыми на самом деле владеют дети. Поехали! Из кроватки доносится детский лепет и рядом с малышом появляется... Ого! Какой гигантский питбуль! Да он просто монстр! Самого большого питбуля в мире назвали в честь зеленого супергероя Халка. Внешне он и правда на него немного похож, не так ли? Но на самом деле он далеко не такой злой и свирепый, каким кажется на первый взгляд. Только посмотрите, как ведет себя этот милый и нежный великан со своим младшим человеческим братом. Питбуль Халк живет у Марлона и Лизы Греннон в Нью-Гэмпшире в США. Они владельцы целой династии собак и занимаются разведением четвероногих питомцев специально для службы в полиции. Халк их любимчик и настоящая звезда. Кто же еще кроме него может так напугать злоумышленников своим яростным видом? Но когда Халк не на работе, он моментально преображается в милого и обаятельного пса. Дома он нежно обнимается и с ног до головы любвеобильно облизывает малыша Джексона. Как же он с ним нежен и осторожен и совсем не похож на того свирепого зеленого супергероя из комиксов. Подобные удивительные отношения, заснятые на видео, уже разлетелись по всему интернету и сделали Халка настоящей суперзвездой. У питонов, безусловно, есть свои преимущества. У них нет блох и их не нужно регулярно водить на осмотр к ветеринару, в отличие от кошек и собак. Знакомьтесь, это Эрик Леблан, тот самый бесстрашный энтузиаст, который просто обожает рептилий. Он держит у себя целые сотни рептилий и змей и без ума от каждой. Кроме своих любимчиков питонов, у Эрика есть еще трое маленьких детей. Трехлетняя Эрика, четырехлетний Ларри и семилетняя Кэти. И эти дети видятся с рептилиями так часто, сколько хотят. Тигры Прежде чем двигаться дальше, у меня есть небольшой челлендж для вас, который займет всего лишь 5 секунд. Вам надо поставить лайк на это видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Если вы это сделаете, то последующие 10 лет вас будет сопровождать поразительная удача. Попробуйте, это действительно работает. Тигры Тигры одни из самых опасных и коварных хищников на Земле. Но вы будете изрядно удивлены, узнав о том, что несколько человек в мире усыновили и сделали этих диких кошек неотъемлемой частью своей жизни и членами семейства. Для Арьи Боргис такие дикие животные, как тигры, не более, чем обычные домашние питомцы, которых они свободно выгуливают возле дома. Арья спас этих двух тигров, с которыми ранее жестоко обращались. Он не смог спокойно смотреть, как они подвергались жестокому насилию в цирке. Сначала он держал их в загоне на заднем дворе, но вскоре тигр начал свободно заходить в его дом, как желанный гость. Три дочери Арьи, которым сейчас уже за 20, никогда не испытывали особых проблем, существуя на одной территории с этими грозными хищниками. Их сосуществование, к счастью, всегда протекало мирно, без инцидентов. Малыш и крокодил! Да, да, да! Как бы невероятно это ни звучало, но в мире есть люди, которые держат крокодилов у себя дома вместе со своими детьми. А их милые детки спокойно играют с рептилиями, будто с котиками. Нет, они просто безумны! Трехлетняя малышка Махарани из Индонезии держит крокодила в качестве домашнего питомца. Она купает своего любимца и чистит ему зубы. Можете себе представить? Малышка очень любит животных. Эта очень опасная рептилия была спасена ее отцом на рынке домашних животных, когда крокодил был совсем маленьким и всего 80 сантиметров длиной. Мужчина заметил несколько ран на теле крокодильчика и поэтому решил забрать его к себе домой. Он рассудил, что это будет отличным подарком для его дочери, и с тех пор Махарани настолько привязалась к своему крокодилу, что эти двое стали совершенно неразлучны. Родители, тем не менее, пытаются контролировать непредсказуемые отношения девочки с ее любимцем. Это просто невероятно, насколько они дружны. Как здорово, наверное, иметь дома такую пушистую и симпатичную пухленькую совушку, как на этом видео. Но, о ужас, взгляните на ее острый клюв, способный разорвать человеческое лицо в клочья. Бррр! Выглядит довольно устрашающе, не так ли? Но эта храбрая маленькая девочка на видео с удовольствием, как ни в чем не бывало, нежно целуется с хищной птицей. И это, пожалуй, немного удивительно, учитывая тот факт, что совы ведут ночной образ жизни и обычно держатся как можно дальше от людей. Эта сова своим поведением разрывает общепринятые стереотипы. Она просто обожает свою маленькую подружку и продолжает целоваться с ней время от времени. Ах, как же это мило! Кажется, она просто любит внимание. И это единственная сова, которая доказывает, насколько нежными и любящими могут быть даже хищные птицы. И да, это действительно впечатляюще красиво, согласны? Если вы думали, что свиньям место в загоне для того, чтобы валяться в грязи, то хорошенько подумайте еще раз. Свиней вполне можно содержать в качестве домашних животных для того, чтобы обрести настоящих преданных друзей. Эта свинья думает, что она собака, потому что ведет себя, как обычная домашняя собачка. Орлин получила ее в подарок, когда ей было всего восемь. В то время свинья тоже была еще детенышем. Они выросли вместе, эта девочка и эта свинья. Теперь они неразлучны, и свинья обрела статус настоящего члена семьи. Она свободно бегает по дому, чистая и ухоженная, чтобы иметь возможность спать с Орлин в одной постели. Как это мило! Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок начал коллекционировать тараканов? Как бы странно это не звучало, но эта милая девчушка из Оклахомы настолько любит тараканов, что держит с ними дома целый бак. Она даже целует их перед сном, желая спокойной ночи. Нет-нет, я не шучу, вы должны сами увидеть это. Шелби говорит, что сначала у нее было всего пять тараканов, а теперь у нее их целые тысячи. Она буквально одержима жуками, к которым у нее необычная для ребенка страсть. Она уверяет, что они вовсе не такие жуткие, как кажется людям на первый взгляд, а по-своему даже милые. Однажды мама пришла домой и с ужасом увидела, как ее маленькая дочь впустила к ним в дом теленка. Вот это да! Теленка назвали Изи. Когда девочка его обнимала и гладила, теленок был безумно доволен этим и получал невообразимое удовольствие от человеческих ласк. Купаясь во внимании малышки, теленок лежал абсолютно неподвижно на полу рядом с ней, чем удивил ее мать, которая сразу поняла, что между ее дочерью и теленком возникла особая эмоциональная связь. Спустя год теленок вырос и стал еще крупнее. Корова однажды опять сама вошла в дом и начала пить воду из собачьей миски. Да уж, каким из этих домашних животных вы больше всего очарованы? Дайте мне знать в комментариях. Не забывайте подписываться на мой инстаграм и тикток, там много эксклюзивного контента. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok